Сегодня будет самая горячая любимая миссия среди всех фанатов сталкера. Поставь плюс в комментарии, если это твое любимое задание. Ну а я буду рад большому количеству лайков. Допустим, 400 или же 500 за день будет неплохо, да. Также не забудь про подписку, потому что у нас имеется цель 55к на канале до конца зимы, ооо, до конца года. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Ссылка на пуллист имеется в описании, и я начинаю. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем играть в модификацию под названием SGM, и в сегодняшней серии я буду отправляться в Припять, собирать команду, да и в принципе всем этим заниматься. Так, как раз таки, что можно тебе продать сейчас с самого начала? А, ничего, деньги у меня есть, я решил продать ненужную медицину, она щетки возьмет на 40 рублей. Почему нет, действительно? И, наверное, сейчас давай-ка мы отправимся... Куда отправимся? Погоди, вот я хочу, не знаю, я вот не знаю, может, может СВД-ху все-таки продать? А зачем нужна СВД, если есть уже прибой, типа, понимаешь? Ну зачем? Тысяча, как бы, лишней не будет уж точно, это раз, да, давай, наверное, продадим. Капец, конечно, копейки все это дело стоит, но все же. Лучше я куплю себе патроны, значит, у меня их очень мало, правда. Так, чего еще можно купить себе? Бронебойных патронов, дроби у меня очень мало, все, давай, плюс 40, плюс 120. И что могу еще сказать? Дум-дум у тебя есть, кстати, в продаже, нет? Дум-дум у тебя присутствует, да, 1500 дум-дум стоит, ладно, возьмем. У меня еще имеется, кстати, в ящичке костюмчик, надо бы, мне кажется, тебя тоже сейчас забрать, даже не один, кстати. И мне еще сказали о том, что в комбинации наемников, скорее всего, можно как-то пробраться как раз-таки к наемникам, да, к которым у меня не получилось пробраться в предыдущей серии. В общем-то, я думаю, то, что можно повторить. Так, давай-ка продаем тебе вот это, и в принципе 6000 у меня есть. И я не знаю, пойдет ли этот костюм за замкнутую защиту системы дыхания, в общем-то, вот, да. И также мне сказали то, что здесь где-то у медика имеется мина какая-то. Не очень наблюдаю, возможно, конечно, что вот здесь где-то, да? Эм, вполне возможно, что тут граната имеется, почему, кого, как она тут... А, да, реально, смотри, фига себе, ну ладно. И я, честно говоря, хз, возможно, что этот костюм не пойдет для замкнутой системы дыхания, но надеюсь, что это не так, и все-таки... Ну, камон, есть же шлем у меня, правильно? Надеюсь, что это, ну, типа, считается как за систему дыхания. Так, давай выпьем, поехали. Сейчас мы будем бухать с Зоусом. Насчет, кстати, всех этих квестов и прочее, в общем, сейчас я прям, откровенно говоря, нацелился уже на Припять. То есть, как только мы дойдем до Припяти, там уже поговорим. Так, ну, ты мог вместе со мной это делать, мужик? Я собираюсь идти в Припять и опять бухать, боже. Ну, это уже дефолт, ладно, мы все это прекрасно знаем. Вот, а уже потом, после того, как я там в Припяти пару делов поделаю, там, не знаю, дойду до плюс-минус x8 уже, так, где-то найду. Вздрогнем, да, давай, бухать, ептать. Вот, я думаю, то, что мы вернемся на одну-две серии, просто все квесты с гэма-довыполняем и все. Ну, а что тут осталось? За версию альфа? Еще, может, парочку там надо как-то мне поразмыслить просто и все. Которых я, может, не знаю, которые, может, я еще не брал. Ну, все, давай, последний раз бухаем уже. Я сейчас не проснусь иначе больше. Успокойся из Зоус. Все, хватит бухать. Да, прям здесь выкидывай, правильно, нахер она нужна. И мне, кстати, еще боеприпасы сейчас начинают поставлять на Янов. Это очень здорово. Ибо боеприпасов у меня маловато. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай-ка мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, даже знать. Я вот, кстати, хз, можно ли здесь, допустим, Ноя позвать, либо же кого-то еще? Ну, просто и как-то с одной и той же команды ходить. А с другой стороны, почему нет, опять же. Очень старая команда, проверенная временем, нежели чем новая. Логично, логично. Так, погоди. Для начала я хочу тебе кое-что продать. У меня тут есть парочку вещей лишних. Ну, как лишних? Вот это. И, кстати, можем, в принципе, перейти уже на научные аптечки. У меня армейские не нужны. Ровным счетом, правильно, да? И мне нужно накопить еще также на тот самый, каково. На костюм. Бродяга мне врагом стал. Эм. Что? А за чего? Подожди, я ничего же не сделал. Это, это, погоди. Неужели это из-за того случая? Погоди, 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 погоди. Так, у меня есть документы. Забирай все документы. Это хер с ними, в принципе. Дашь мне бойцов для похода в Припять. Поговори с Бродягой. Эм. Да, не проблема. Но только Бродяга как-то ко мне плохо относится. Так, дай-ка сохранюсь. Возможно, я сейчас вступлю, кстати, в свободу. И как-то ко мне лучше станет отношение. Правда, тогда долговцев я буду убивать, получается. И они мне будут врагами. Я, как бы, этого не очень-то и хочу. Вам требуется новый боец. Что? А почему Бродяга-то мне врагом резко стал-то? Ничего не понимаю. Нет, ну я, конечно, сохранюсь. Расскажи о свободе. Нет, подожди, я хочу к вам, типа, вступить. Распект у вас жуха. О, и он нам становится другом. А долговцы, кстати, нейтралами. Все, вот, наверное, так и сделаем. Потому что, ну, блин. Иначе я не возьму Бродягу в Припять, кстати. Чел, извиниться. Блин, я не знаю. Как ей поступить? Вот, давайте, наверное, когда мы отсюда вернемся, мы просто вступим в какие-нибудь ряды расцвета вновь. По идее же можно перевступать в группировки Чикаг или нельзя? Ну, то есть, я же могу вернуться в расцвет. Просто, типа, я с Бродягой. Моя задача с Бродяга квеста выполнить. Ну, то есть, довести его до Припяти, чтобы он там был. И все, по сути своей. Мне больше ничего от него не надо. Сложно, сложно, на самом деле. Хотя, вред, на самом деле. Ах, ладно. Короче, напишите в комментарии, влияет ли то, что я сейчас вступил в свободу. Вынуждено, опять же. Вы сами видите, что сейчас произошло. Типа, без этого я бы, скорее всего, не взял бы Бродягу вообще никак. Повлияет ли это, наверное, на концовку? Я просто не хочу, чтобы у нас долговцы были козами-опущенцами, да, какими-то вонючими, которых всех предали, кинули и так далее. Типа, они нормальные ребята со своими прибамбасами, но, тем не менее, я не хочу их кидать вот так вот просто. Поэтому, надеюсь, что что-то никак не повлияет. Ну, окей, давай все равно мы тебя берем. А могу ли, кстати, выйти с свободы сейчас? Подожди. Я покидаю вашу группировку. У нас 10 тысяч, конечно, договорились, и ты мне опять стал врагом. Нет, тогда это так не считается. Ну, либо же, знаешь, это сделано для того, чтобы просто, ну, разнообразить геймплей, и как бы это вообще никак не влияет на концовку, по идее, потому что я могу вступить даже в наемников по логике событий. Короче, ладно, фиксим. Я, вы меня услышали. Если кто-то знает, влияет ли на концовку или нет, то в комментики просим на милости, просим. Все, давай. Так, никого нам еще не хватит. Опять ты пить захотел, ты рофлишь, да? Надо попей воды. Хотя это энергетик, но не суть. Так, давай-ка сейчас воно возьмем. Что-то FPS больно хорошее у Янова почему-то. Давай, накаркал, да, видимо? И остался, по идее, Соколов, но я думаю, что это не проблема. Хотя нет, это проблема, по-моему, ему нужно там какой-то квест выполнить или что. Опять ты пить захотел, а? Ты меня так разоришь скоро, а? С этим питьем вонючим. А вот почему, блин, бродяга врагом-то стала, так я не понял. Типа, из-за того, что я нечаянно убил во время миссии начни снайперы какого-то свободовца? Окей, а почему тогда именно бродяга, а не все свободовцы? Если же это был один из членов его группы, там шастал, вопрос, что он там вообще делал. Типа, они же все вроде как вместе сидят, там ничего не делают особо. Ну, короче, странно, херня какая-то, непонятно, ну ладно. Нам, кстати, дали ачивку, торговец информации, давай-ка почитаем, чего она такого дает. Торговец Сыч сделал вам скидку к лучшему информатору и соратнику по профессии. Так, понятно. А, и там я на Янове еще что-то положили, кстати, я совсем забыл про это. Так, нашел твою записку, пойдем в Припять. Ну, естественно, его не пускают, это не проблема. Озерский, пусти в Припять. Надо еще растения себе добыть. Ну, сам-то растение, боже, ладно. Ладно, го, быстренько добудем это растение, в принципе. О, да, тут еще какие-то собаки, тут школьные воров лезли, что ли, а? Вам вот делать нечего здесь, в аномалии шляться. Пиши отсюда, во, твари. Эм, что это такое, а ну? Отвяжись. И, кстати, у него чувствуется то, что понижена темп огня, прям сильно. Ну, бонус, конечно, лучше стал, да, ведь урон 100. Так, не понял, подожди, а чем ты? Че? А вставки, вставки, это понятно. Да, но почему ты дроби не стреляешь, что? Эм, погоди, стой. Перезаряжаемся, нет? Стреляй дроби, да, надеюсь? Ну да, 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 стреляй, все, спасибо. Я уже испугался, что я его там как-то не так починил. Аккумулятор разряжен, но, в принципе, это не особая проблема. Вот в этой нормальной, кстати, никогда не было артефактов, я никогда не замечал их, вообще отцовался всем. Так, непонятно, а где? А вот, норм. Так, все, кыш, 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 ай, 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 так, сильно покоцал? Ну, нет, не сильно. Я еще хочу на карьер забежать, на самом деле, потому что там тоже могут быть артефакты. А артефакты вещь очень нужная сейчас мне. Так, что мы нашли? Это душа, а, душа, ну, окей. Еще, возможно, вот здесь что-то интересное имеется. Какая-то война у них опять. Здесь в предыдущий раз не было никакой аномалии. Ой, артефактов никаких не было, а на этот раз артефактов тоже не особо-то наблюдаю, однако, эй, серьезно? Нет, нет артефактов. Ладно, все, валим отсюда, вот тогда даже не буду костюм своего ломать. Ой, зомбу. Ну, вы, конечно, а, это не зомби, это бандиты. Ну, в принципе, какая разница? Для меня вообще без разницы. В них тоже имеются деньги, кстати, и водичка. Все, лишний раз не будем на это тратиться. Еще водичка, еще дробь. Бля, ну вот так, если щелика в дробь выбивать, то вообще имба, и это очень выгодно. Ладно, все, возвращаемся обратно в бункер ученых. Я принес вам растение, и вместе с ним еще артефакт. Круто, и первооткрыватель. Дали еще ачивочку, отлично. Пять тысяч, конечно, но... Ладно, думаю, то что... На это тоже спасибо. Ну что, идем к Зурусу. Да, поехали. Это Соколов. Так, думаю, бойцов нам хватит. Думаю, бойцов нам хватит, можно идти. Пойдем, и что, я уже готов, типа? Серьезно, мне даже не понадобился для себя костюм? Правда, я бы, конечно, еще в дроби себе купил бы там, или не знаю, чего-то еще. Ну, не важно, ладно. Ну что, готов? Готов? Ответ! Всегда готов! Я тоже готов. Ох, не нравится мне все это. Все готово. Открывай. Поехали! Удачи вам, хлопцы! А, я пить захотел. Боже, ладно, попейте. И, по идее, да, нам... Пошли! Защита вот... А что вы все с пистолетом? А, нет, значит, только... А ты что с пистолетом, воно? Пойдем, пойдем, господи, да. Минус один. Танечко, по-моему, здесь в путепроводе много имелось. Всегда и везде, поэтому нужно этому внимание явно уделить, но какие-то патроны нашли мы. А, гидрошок это какой-то. Ну, в принципе, я думаю, то, что нахер он нужен, на самом деле, 100 патриков. Ну, окей, продадим. Ой, ну... Я думаю, то, что с тушканами проблем возникнуть не должно. Так, все, отлично. Пацаны, быстрее, быстрее, быстрее. Что-то такие медленные-то все, господи. Не на прогулку же вышли, в конце концов. Так, ой, там надо грянку кинуть, мне кажется, и все. Как спокойнее будет мне. Там снорк должен быть, это явно. Чего без снорков? Ой, а почему у меня так... Почему у меня так плохие? Это серьезно? Это из-за того, что у меня... Подожди, зачем он так реально плохие? Нет, подожди, подожди, подожди. Я могу, конечно, противопробовать сейчас. Ну, так скажем, просто пройти. Ой, ну я херово как. Ой, херово-то мне как. Пробегай, убегай отсюда. Ну... Нет, конечно, я предполагаю то, что у меня... Конечно, попади по мне еще. Отремонтировать. Используй детали, все. Боже, как это все долго делается? И челики просто меня тупо не прикрыли. Короче, короче, ладно. Отряд собран. Я сейчас перезагружусь и начну... Плюс из Севы пойду с Севы тогда. Так, я отгрузился. Я отгрузился, я лоханулся. Я почему-то подумал, что действительно здесь рассвинул. Просветский комбец плюс Сосон считается за защиту. Но нет, я ошибся. Да, я тоже челик. Я кое-где невнимательный. Я это признаю. Поэтому это, думаю, не проблема. Сейчас необходимо нам просто взять и купить... Ааа, что купить-то? Надо купить себе Севу. И все. 30 тысяч нас стоит, в принципе, не очень дорого. Правда, где мне эти деньги взять, с одной стороны? Боже. Вроде немного, да. Но при этом деньги такие. Ну окей, у меня есть вроде тут... Ой, стой. А есть трофе интересуют? А нет, ничего. Блин, ну ладно. Во! У меня тут есть, что тебе можно отдать. Во-первых, вот это, вот это, вот это. Ну-ка, без наемника, наверное, я оставлю. Потому что все-таки я хочу сходить к наймам еще. Посмотреть, что там да как у них. И давай-ка тебе кое-что продадим. Ну, допустим, вот это, вот это. Это 3 тысячи, отлично. Вот это, вот это и вот это. И на сколько это выходит вообще в сумме? 3 700. Блин, не хватает 6 косарей, боже. Ладно. Так, тебе что можешь тут продать? Тебе продавать особо нечего. А вот тебе-то я продам всякие пилюльки. Допустим, вот это. И давай-ка несколько, допустим, научных аптечек тебе продадим. Теперь один возьми и одна такая сколько стоит? Ой, элитный медкомплект, мне как-то жалко продавать. Наверное, я просто продам тебе научных побольше. И все, вот так вот. И сейчас я могу, по идее, купить себе самую Севу, да. Подожди, у меня Сева в тайнике же могла... Ну, блин, я ее вряд ли оставил. Я ее продал скорее всего в тот раз, поэтому... Ой, нам еще выверт эту самую дает. Вез дает? Это здорово. Ну, а теперь я уже точно отправляюсь в Припять. Ну, я здесь. Смотрим. Убивает ли меня здесь что? Потому что, когда я был в газу прям совсем, меня гасило... Непонятно, что... Ой, тут еще имеется фонарик. Нормально. Так, твари, идите нафиг сразу. Я вас вообще не звал, в принципе. Кыш отсюда вы. Ну, ты скотина, да? Вот здесь начинает торкать, короче. Поэтому... Смотрим, получится у меня пройти сейчас или нет здесь. Воу-воу-воу. Я про вас забыл совсем. Он что-то сказал про костюмчики. И, по-моему, у меня отнимается хп. Или что? Я что-то не очень понимаю на самом деле. Я уже подумал то, что же с этим костюмом у меня отнимается хп. И все, капец. Но нет. Однако я ошибся. Так, тут аптечки всякие нашли. И дигл даже нашли. Нифига себе. Вот. Дошел до этого момента. Однако, смотри-ка. Будет ли мне бить аномалии или нет? Давай-ка посмотрим. Сейчас даже армейскую одну аптечку использую для того, чтобы прям жить максимально. Погоди, а может меня она-то херня могла и вылечить, кстати? А, нет, вряд ли. Хе-хе. Она не лечит от химозы, поэтому... Так, ну все, давай открываем. Ага. Ну не бьет вроде как, да? То есть, реально, тут дело было все всеми. Странно, почему игра засчитала тогда рассвет, как комбинезон, который способен защитить от хим-аномалий. Ну, в принципе, засчитала и засчитала. Че бухтеть? Так, тут дед снорк должен быть внизу. Сверху точнее. Так, скотина. Я вот, кстати, никогда не понимал, откуда он появляется, но... А вот сейчас, как понял, уф. На самом деле, я недавно узнал только об этом. Ох, нифига себе он. Так, а вот здесь вроде как то, что не человек должен был быть. Так, и что у нас имеется здесь? О, СПСЗ-дробь. Так, тихо, тихо, тихо. Твою мать, сколько тут снорков, это ужас. Мужики, живите, пляжа. А давай-ка я возьму, наверное, прибой лучше на снорков. У него хоть урон поменьше будет, зато скоростность будет намного лучше. Я думом стреляю, что ли? Не понял, погоди. Эй, не бей, не бей, не бей, не трогай. Ну-ка, не стукай его. Ну, пока что все вроде как живы-здоровы. Так, там, минус один. А, тварь, вы тупые снорки. Слушай, не ем. Ну да, я на полку подранку уже. Окей. Так, открываем ворота. Естественно, они не открываются. Ну давай, может попробуем все-таки открыть? Давай, с ноги бум, влетаем. Для дальнейшего продвижения необходимо включить питание ворот. А почему мне об этом никто не сказал, кстати? То есть звук промолчал об этом? Странно, ладно. Так, тут сейчас будет, по-моему, вторая медуза. Ну, в смысле, не вторая, а второй артефакт для нас, я имею в виду. В общем, мы вот там его вешаем. И у нас плюс, а точнее, минус радиация. Отлично. Ай. Что-то пропущено, мне кажется, явно. Потому что они не должны говорить мне эти фразы сейчас. Ой, дай-ка, сел, поменяю. В принципе, свое серно никак не грейдил, мне на него пофиг. Молодец, Ванна, молодец. Ставь лайк, если любишь маму. Ой, Ванна. Так, ну давай, открывайся, господи, дверь. Я понимаю, но куда нам идти-то сейчас, Ванна? Подскажи, пожалуйста. Давай, наверное, вернемся. Либо что, либо... А, рубильник, может он имел в виду вот этот рубильник? Я что-то совсем уже, да, видимо, забыл. Некоторые вещи в сталкере, либо что, я не понимаю чего-то. Но нет, вряд ли этот рубильник, типа, зачем? Реально, реально это далековое или что? Да, но ты не об этом ничего не сказал мне до этого. Я сейчас как бы минуту хожу уже, как дурачок, все. А, а, что за метка у меня? Могу ли я, могу ли я оттуда слезть? А, нет, не могу уже. Фига, у меня прибой, так-то, уж, лупит по ним. Лучше уйти из открытого места. Нас, короче, я, походу, что-то сломал вообще, да, в игре? Они что-то вообще не то говорят, по-моему. Да, ладно, давай, все, давай, давай, давай. Я почему-то подумал, что он должен был вот это сказать до трансформатора, ну хз. Что-то прибой вообще даже склупит, на самом деле. Это же не бронебойные. Но по нему попасть надо еще как бы, а это сложно, на самом деле. Так, ну давай, давай, добьем его, и все. Все, минус один, ранг повышен, плюс один, да, все. Еще же, пацаны, вам не пофиг ли, скажите, пожалуйста. Вот, все, добраться до Припяти, идут. СПС. А тут имеется дофига зомби. Так, ребята, вы где там вообще? А вон еще снорк. Ой, боже. День добрый. Я один, но я справлюсь. Да, в принципе, мне, наверное, хвешки не нужны будут. Ой, лови. Ой, да-да-да. Паша. Бабах. Я никого не подорвал, понимаю. Ну давайте, по одному. Хотя, в принципе, можете не по одному. Мне пофиг. Давай, брониконы, заряжаем. Ну убей, 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 не позорься. Так, тут вроде как патроны должны были быть какие-то, ну, во всяком случае, интересны мне. Так, и... Ой, я прав. В натуре. Умри, а, что-то выпендривается, выпендривается. Но с первого в голову убивает, на самом деле, здесь этот прибой. Это мега здорово, нифига, ты богач. Да, ну под Припяти, да, мужик. В общем-то, дошли до Припяти. Все живы-здоровы. Раз, два, три, четыре. Да. И теперь уже идем в Припять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА